Путин в образе царя Ирода становится трендом Рождества в Украине. Вот и в Полтаве роль этого негативного персонажа вертепа отдали президенту России. Как колядует юные полтавчане? Смотрите в нашем сюжете. Прежде чем представить новый вертеп на суд зрителей, юные актеры проводят последнюю репетицию. Каждый год этот любительский коллектив удивляет актуальными сценариями и персонажами. Не стал исключением и нынешний. Я куча, я царь. Я все во свито молодаю. Вовата у меня нафти и злата, и правой свито внувата. Кто сказал, что Христос родился в Рыбеуссии. Сценарист и постановщик праздничного вертепа Александр Дедюхин уверен, царь Ирод – это нынешний правитель России, по вине которого проливается кровь на востоке Украины. Царь Ирод, который был тогда, который себя называл великим, на самом деле никаким великим он не был. Он хотел просто какой-то влады. И сегодня мы живем в таких реалиях, когда нашу державу, этот так называемый царь Путин, хочет уничтожить. И мы показываем, что никакая злая сила не переможет нашего духа, нашей вольности. Ирод Хузин всячески старается испортить праздник и извести маленького Христа. Но ему это не удается. Ангелы побеждают темную силу и изгоняют Хузина. Лана Кулик говорит, эта роль для нее более чем актуальна. Я против этого человека, потому что он как бы, можно сказать, из-за него это все и началось. У меня несколько моих друзей, один из них погиб, Царство Ему Небесное. Воюют, воевали, и они всегда за Украину, они будут ее защищать и телом, и кровью, и душой. Заканчивается спектакль патриотически. Со своим вертепом юные полтавчане будут выступать до конца рождественских праздников. Будем ходить по нашему прекрасному городу. Очень радость всегда. Было такое, что люди плакали от радости, от счастья, что их вот так вот поздравили. То есть очень много хороших искренних эмоций у людей. Заработанные сладости дети оставят себе, а вот деньги передадут волонтерам для украинских военных. Ирина Романова, подробности, Фиеканал Интер, Полтава.